МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сёння ж прайшло посядженне коллеги управления адукацией. Напарадку дня – развеце системы профильного навучання. И больше подробно об этом не только. Гомельское областное объединение профсоюза у сёння провело выездное посядженне по пытаниях обороны социально-экономичных интересов работников. Ситуация проанализована на прикладе акционерного товариства «Коминтерн». Причины возникающих проблем и приклады для пераймания. У материале Олега Сенсюрова. В предприемстве лёгкой промысловости воплощенный час переживать явно не самый лепший период у своей истории. Чематый, кто до той конкуренции, что скалался на рынку, оказался просто не готовым. Головная причина – высокая доля импортной сыровины у готовой продукции отрывается якосно или занадто дорого. Много очень конкуренции. То есть есть Узбекистан, Таджикистан, откуда трикотаж, допустим, идёт продукции дешевле. И у нас есть проблемы с рынками сбыта. 33% предприятий сработали с прибылью, 20% они сработали серединки наполовинку без прибыли. У таких умовах предприемствам оказывается куда больше выгодно працевать на давальницкой сыровине. Прибыток мягчима и меньше, але зато и стабильный. Отримаутуюшь тканину, вырубив продукцию и на рахунок залечены сродки. Айчинный гандаль, для прикладу, звычайно працует за оттерминовкой протяжу на полгода. Причем навык в таком разе можно вернуть продукцию на склад. По акционерным товариствам Коминтерн свою экономичную ситуацию оцениваються стабильную. Не воплощенную чергу, гэта тлумачится география и поставок. Сегодня продукцию Коминтерна носить жахары практически всего былого СССР и сучастного Европейского Союза. От России, Казахстана до Германии и Франции. У наступном месяце предприемство проставит свои костюмы, ясче и на выставе у Великобритании. Опрочай экономичной стабильности, таки товарооборот мая и ясче один плюс. Пироважная большинство замежных партнеров перед заключением погоднений звертаю увагу на выники международного социального аудиту предприемства. Починаючи от наявности профсоюзной организации до умов працы и истинующих социальных льгот в областном объединении профсоюзов, приводясь дадены опорных мониторингов по вынику складанного финансового остановища, на некоторых предприемствах частку социальных льгот на ксад до помоги у набыти сельско-господачей продукции скоротили. На Коминтерне не только обошлись и без таких мер, а и приняли додатковое, я считаю, не предупределенное коллективным договором. Это и общежитие, которое у нас сегодня есть, чтобы заселить. И мы один и та же еще освобождаем подсемейных, потому что многие с них на квартиры живут или негде жить. Это и здравопункт, который у нас сегодня есть. Все силы, которые есть, возможно, мы прикладываем для того, чтобы людям, которые работают у нас, было комфортно. Алексей Нечеров, Александр Мурашкин, телерадиокомпания «Гомель» при Патрымце АТН. Господарки Гомельской области почали нарыхтовывать травянистые кормы. Первый укос трав в регионе проведены на площади 2200 гектаров. Запасы кормов почали и назапашивать сельско-господарческие организации 17 районов в области. По воду для оценок специалистов, холодное надворье этой весной негативно отбилось на развитие шматгадовых трав. Их уроджай плануется ниже, чем летость. Продуктивность первого укоса будет вызначать наявность вильхоти и температура поветра. Это два галонные факторы, которые уплывают на вегетацию рослин. Початок нарыхтовки кормов упал с закончением посевных работ в регионе. Галонная кормовая культура в области кукуруза посеяна на площади 299 тысяч гектаров, что складает 99% до плана. Незасеянными застаются участки с первовильготненностью хлеба, а так само полины, на которых будут опрацовываться, бульба, гречка и проса. Сегодня в областном центре отбылось посяжение коллеги управления адукацией Гомельского облавыканкама. На парадку дня было питание об развитии системы профильного навучания во установах агульной средней адукации в области. Такая форма на Гомельщине практикуется 2 год за пар. Зараз яна охопливая 43% навученцев 10-11 классов. Яны займаются выучением профильных предметов на выбор на повышенном узровне. Частей за все школьники мкнутся спастигать поглыбленные веды у русской, белорусской и английской мовах – математицы, физицы, химии. Крыху меньшу – биологии, истории, географии. Подчас коллеги управления адукацией обмерковались умовы и потребования до организации этой працы. Утым лику – питание, которое течется за обеспечение высококвалификованными кадрами, а также учебно-методичным и материально-техническим оснащением. Главная мета системы профильного навучания во установах агульной средней адукации в области – больше поглыбленная адукация школьников, которая будет содействовать поступлению в ВНО. Мы надеемся, что тот уровень, который они получили за счет большего количества часов учебных, большего внимания к этим детям, может быть, их показатели должны быть, и надеемся на это, должны быть выше, чем у других. По тем предметам, которые для них отказались главными, которые они выбрали для себя в качестве профильных предметов. Но при этом базовые классы, базовый уровень, он сохраняется, и все другие предметы, они от этого не становятся менее важными или забываются при изучении. Нет, конечно, это тоже все входит в полный комплекс обучения на третьей ступени образования. Подчас проведения коллегии Управление адукации так само отбылось и у Знагароджа Непераможца у областного конкурса «Лепший повар установы дошкольной адукации». Им стала Татьяна Пладунова, з'язь лисада номер 2 города Речицы. Подробязни об этом расскажем у нашим наступным выпуску новинов. Створение умов для реализации творческих молодежных инициатив обмерковывали у Гомельским державным професийным шмат-профильным лицей. На его базе пройшло посаджение постоянной комиссии городского совета депутатов по социальных питаниях и справах молодых. На мероприемстве побывали и наши корреспонденты. Молодежная политика была и состоится одним из приоритетных направлений развития белорусской державы. И главная задача – створение новых стимулов для реализации творческих инициатив и карьерного роста молодых специалистов. Кабы раскрыть потенциал своих вушников и продемонстровать сучасные напрацовки, установы адукации представили выставу досягнений у декоративно-прикладной инновационной творчести. Например, студент Гомельского державного машинобудовнического колледжа продемонстровал систему «Разумный дом». Здесь есть два датчика температуры и один датчик влажности. На основе них параметров можно создавать какие-то сценарии, потому что система будет автономно сама работать. Например, можно управлять освещением, включать-выключать подогрев полов, лов реализован, открытие-закрытие окна в данной системе. Но у меня же дома уже в этом году я буду ставить систему, которая способна будет реагировать как на голос, так и управлять еще дополнительной бытовой техникой, такие как телевизоры, компьютеры. Подчас мероприемства Эдуард отримал запрошение на сустречу от директора одного сбойных гомельских предприемств, кабы обмерковать супрацовництва. Гомельский профессийный шмат-профильный лицей, який стал пляцовкой для проведения посаджения, познайомил гостей за пошним досягнением своей вученицы. Ангелина Мурадзян недавно вернулась из республиканского фестиваля конкурса «Млын моды», где презентовала коллекцию оденья «Шейк». Я не ожидала, что будет настолько большая отдача от мастеров, от преподавателей, такая помощь, поддержка в этом, во всем. Я на первом курсе еще разрабатывала модели, но была неопытная так, ну, как-то пыталась. Но вот мой преподаватель, мастер Крохтин Сергей Юрьевич, он мне помог, объяснил, как, что. И вот уже я учащийся второго курса, и вот моя коллекция. После наведывания экспозиции комиссия городского совета депутатов провела семинар-практикум «Реализация творчих идей молоди». Как подкреслили его удельники, тренавитые вучни демонструют свой интеллектуальный потенциал в проектах. Головное своечасовое – его зауважить и оказать поддержку для дальнейшего развития. Эффективная работа в этом направлении максимума только при координации деяния органов державного кирования, молодежных громадских объединений и установе дукации. Мы сегодня должны, обязаны поддержать и творческую молодежь, обязательно поддержать. И они должны понимать, что мы не просто пришли сегодня и посмотрели, а мы реально это увидели, реально мы должны это как-то реализовать. Что касается материальной помощи, конечно, мы будем пытаться и всегда помогаем, по мере возможностей, для того, чтобы улучшить материально-техническую базу тех учреждений, где выпускниками которых является данная категория учащейся молодежи. Ганна Коральчук, Максим Савин и Гармарышенко. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер. Гомель» запрашает поговорить про славянское письменство и культуру. На чем писали люди у старожитности, яким был самый распаусюдженный материал для письма, чем одрознивалися письменности и кольки их было. Кто из наших земляков сприял развитие умного знавства? Удельники программы откажутся на ГТ и инше питание, так само научатся простым способом выработки паперы, малевания буквиц и створения рукотворных книг. Добрый вечер, Гомель, упромим эфиры сегодня в 20.40 на Беларусь 4, телефон студии 370-519. ГТ, а так само и инше новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры спортивный огляд с Сергеем Негяревичем. До новых встреч у эфиры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова